А сразу после открытия 4-го моста все почетные гости переехали на правый берег, чтобы принять участие в еще одном знаковом для Красноярска событии. Закладки камня для будущего Ледового дворца. Пока под него только расчищена площадка, но у будущего спорткомплекса уже есть громкое название – Платинум-Арена. Он расположится прямо у правого съезда с переправы в районе строящегося сейчас микрорайона Тихий Зори. Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс будет рассчитан на 7 тысяч зрителей. Объект станет одним из ключевых спортивных сооружений, которые построят в Красноярске к зимней универсиаде 2019 года. Здесь пройдет мужской хоккейный турнир. Также арена предназначена для проведения соревнований по фигурному катанию и шорт-треку. Сдать новый дворец спорта подрядчики намерены к концу 2017 года. Пока проходит экспертиза проекта, объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей. Причем все затраты возьмет на себя компания «Русская Платина». А после окончания строительства объект будет подарен городу. Это такой современный комплекс, который будет предполагать самые лучшие решения. Будет доступность для людей с ограниченными возможностями. Будет комфортное расположение трибун. Будет удобный для жизни, для жителей комплекс, который будет использоваться. И в первую очередь он сделан для того, чтобы он использовался после проведения Олимпиады. Современный проект, который отвечает всем не только российским, но и международным требованиям по проведению соревнований, по организации досуга, занятия спортом, физической культурой. Я уверен, что, повторяю, он будет очень востребованным и послужит дальнейшему развитию физической культуры, спорта и здорового образа жизни в городе.